От них ждут интересных предложений, новых решений и смелых инициатив. У молодёжи появилась возможность принимать участие в социальном и культурном развитии города. При Рыбницкой госадминистрации создан молодёжный совет. Его участники провели своё первое заседание. Сегодня здесь собрались, чтобы уже окончательно утвердить структуру нашего совета. Мы сориентировались примерно уже на какие группы будет он разделён. Это будет социально-культурная группа и научно-техническая группа, которая будет заниматься своими направлениями. В состав молодёжного совета при Рыбницкой госадминистрации вошли школьники, студенты и молодые специалисты. На прошедшем заседании совместно с заместителем главы госадминистрации говорили о планах на будущее, об организации различных мероприятий и благотворительных акций. В частности, обсуждались идеи по реализации ближайшего масштабного проекта «73 добрых дела», приуроченного ко Дню Победы. И каждый пришёл со своими идеями. Акция «Подвези ветерана» для всех любителей автомобилей. 9 мая все автомобилисты, которые увидят ветерана, они могут подвезти ветерана куда им надо. Можно провести квест ко Дню Победы. Это не обязательно в 9 мая, наверное, это было бы лучше даже сделать в 8-го в преддверии праздника. То есть обозначить его как... назвать его квест, посвященный героям Победы. То есть предложить учащимся, не только учащимся, жителям нашего города разбиться на несколько групп. То есть все желающие могут прийти. И это могут быть памятники освещенные здесь, в этом квесте. Это могут быть улицы, которые названы в честь героев Победы. Георгиевская ленточка «Подвези ветерана», квест по памятным местам «Поздравь ветерана» и реальная помощь волонтёров ветеранам на дому в числе внушительного списка праздничного марафона. Конкретные планы уже намечены. В перспективе акции по поддержке детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и воспитанников коррекционных учреждений. Представители Рыбницкого молодёжного совета намерены принимать активное участие в жизни города и района.